Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в среду. Меня зовут Александр Наконечный, и сегодня мы с вами разберем ключевые события сегодняшнего дня. Но перед этим хотелось бы отметить пару достаточно важных событий, которые произошли вчера. В первую очередь, ставка по Резервному банку Австралии осталась неизменной. Были сильные прогнозы о том, что ставка снизится до уровня 0,75%, но она осталась на уровне также 1%, и австралийский доллар отреагировал на эту новость позитивно. Он вырос по отношению к американскому доллару и вырос до уровня 0,64. Также вчера в 20.00 состоялось выступление Трампа. Хотел подвести небольшой итог. Речь о Трампе была достаточно агрессивной по отношению к Китаю, и вместо того, чтобы говорить о том, что мы готовы снижать тарифы, Трамп сказал, что мы будем повышать тарифы, если мы не найдем соглашения. Конечно, внутри дня для рынка это была негативная новость, и мы увидели с вами коррекцию по индексу S&P 500 и по другим индексам, хотя перед выступлением индекс S&P 500 обновил свой максимум 3101 доллар, но после выступления Трампа в американскую сессию мы увидели коррекцию. Уверен, что сегодня, либо до конца текущей недели, мы с вами опять-таки увидим тест максимума и его обновление. Из ключевых событий сегодняшнего дня, каждую среду, как мы с вами знаем, выходят запасы по нефти. Хочется рассмотреть такой долгосрочный прогноз по нефти. Если посмотреть аналитику, то сейчас по многим прогнозам экспертов, к 2025 году лидерам по добыче нефти и газа прогнозируется как раз-таки, что станет США. Они возьмут на себя долю добычи около 80-85%, поскольку сейчас стремительно набирают обороты, стремительно увеличивают свои производственные мощности. Поэтому в будущем мировой лидер экспорта нефти и газа станет именно США. Если говорить про среднесрочный прогноз, он остается тот же самый. Мы ждем корректировки нефти Brent до уровня 60.50, поскольку это является фундаментально обоснованно. Ну и в принципе на уровне 60.50 есть техническая поддержка. Говорить о том, что будет пробой либо отбой пока рано, но ждем снижения до этого уровня. Касаемо американского доллара к канадскому доллару, у нас с вами, помните, на прошлом деле был прогноз, что будет рост до уровня 1.3350. Цена уже практически приблизилась к этому уровню. Думаю, что за счет таких событий по запасам данный уровень мы увидим с вами в ближайшее время. По евро-доллару, евро-доллар постепенно набирает такие шортовые обороты. И до уровня 1.0950, я думаю, в самое ближайшее время опять-таки мы этот уровень с вами увидим. Также сегодня в 19.00 по московскому времени будет выступление Пауэлла, главы Федеральной резервной системы. Перед его выступлением Трамп вновь заявил, что ФРС слишком медленно снижает процентную ставку, ставку нужно снижать быстрее. И на этом фоне Пауэлл опять будет выступать под определенным давлением. Посмотрим, какую реакцию мы увидим на рынке. Но после каждого выступления Пауэлла, последние несколько недель, мы видели с вами именно краткосрочное ослабление доллара по отношению к другим валютам. Посмотрим, чем это закончится сегодня. С вами был Александр Наконечный. Вам хочу пожелать успешной торговли. Всего наилучшего!